В эти святочные дни мурманчанам выдалась возможность проверить на практике теорию шести рукопожатий. Если верить ее идее, у всех нас есть общие знакомые. А значит, мы можем помочь мурманчанке Людмиле Стебловской найти Геру и его бабушку. С ними она познакомилась на рождественской службе, в храме и теперь очень хочет помочь мальчику-инвалиду. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. К Свято-Никольскому кафедральному собору у Людмилы Стебловской особое отношение сюда. Она приходит по большим церковным праздникам. Так было и в ночь на Рождество. Я подошла к подсвечнику, стояла вот здесь вот около подсвечника. И в 11 началась служба. И вдруг мне подходит вот этот мальчик. Как он подполз? Я не знаю. И он меня берет за левую руку. И я чувствую, что мне его тяжело держать. И я поворачиваюсь к бабушке, я говорю, как вот это, что она говорит, вы его подержите, он упадет. Я говорю, хорошо. Как выяснилось, у мальчика проблемы с ногами. Людмила Михайловна посадила его на ступеньки, угостила конфетами. Парнишка представился Герой. Рассказал, что ему почти 9, учится в третьем классе. В храм пришел с сестрой и бабушкой. А я говорю, родители где? Родители бросили. Бросили. И я поехала и забрала обоих внуков. Сейчас они живут со мной. Ну и так мы дальше начали с ними общаться. Я говорю, может быть, какая-то помощь от меня. Может быть, я вам что-то смогу побочь. Она говорит, мне нужна коляска, чтобы хоть дома он катался на коляске. Людмила Стебловская всю жизнь занимается общественной работой. Последние три года курирует клуб инвалидов «Надежда». Коляска, которая так нужна Гере, там есть. Можем ли мы подарить мальчику вот эту коляску? Они говорят, конечно, конечно. Она говорит, ну вы в рабочем состоянии. И до меня-то дошло, я данные-то о себе не дала. И как их найти и коляску бы подарить, сделать благая. Найти Геру и его бабушку оказалось непросто. Они не являются постоянными прихожанами храма. Людмила Михайловна надеется на помощь неравнодушных мурманчан. Всем дай Бог здоровья. Все живите долго, сколько Господь Бог, как говорят, нам отчислил. Будем жить. Анастасия Рябых, Павел Третьяков, ТВ-21. Есть информация, что Гера вместе с сестрой и бабушкой живут недалеко от храма на улице Зеленой. Если вы видели эту семью, знаете лично, сообщите об этом. А если именно вы тот человек, которого ищет Людмила Михайловна, отзовитесь. Позвоните в редакцию ТВ-21, наш телефон 400-870. Мы с радостью вам поможем встретиться.